Здравствуйте дорогие друзья! В начале августа 2018 года археологами в Туле, во дворе Дома Крафта, обнаружено помещение на глубине 2,5 метра ниже уровня земли. Причем археологи и историки называют это помещение подвалом, а журналисты с разных каналов комнатой и даже целым этажом. Но что это на самом деле не знает никто. Друзья, посмотрите сами. Корреспондент канала Первый Тульский стоит как раз на том месте, где была стена. Арт-объект из труб расположен на стене соседнего здания. Эти стены выстроены вплотную друг к другу и поэтому может показаться, что это единое целое. Но на самом деле это не так. Стена с арт-объектом более поздней постройки. Это видно по качеству кладки и связующему раствору. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что здание было именно с этой стороны. Оно было построено в конце 18-го, в начале 19-го веков. По архивным документам, одним из первых владельцев постройки был аптекарь Константин Андреевич Крафт. Нижний этаж жилого дома занимала аптека. Во дворе располагался двухэтажный каменный флигель, на первом этаже которого находилась лаборатория. А на втором, в одной из комнат, домашняя кирха. Сам дом Крафта является ныне одним из зданий Тульского историко-архитектурного музея. Давайте заглянем в шурф. Первое, что бросается в глаза, это черный грунт на глубине. Потом строительный мусор. Разные битые кирпичи. Потом опять черный грунт. Потом опять строительный мусор. Обратите внимание на арку, которая едва заметна под бетонной плитой. Плитой закрыли, скорее всего, уже в 20-м веке, когда арочный свод стал обваливаться. Стена имеет отделку. Что-то похоже на штукатурку с побелкой, и, по словам археологов, на ней имеется некая роспись. То есть, у этой комнаты были арочные потолки и расписные стены. Для чего так строили, если это был подвал? Непонятно. По словам сотрудников музея, этот этаж использовался как фундамент для постройки более поздних зданий. Здесь интересно, конечно, все. Мы про уникальную вдруг, конечно, хватили. Присядьте там. Кирпичи местами черные, камни крупные и правильной формы. Итак, вижу, что там. Просто часть вот этой замечательной ямы... А это вы как-то поднимаете, как это действительно интересная находка. Это действительно интересная находка. Ну, как-то давай, не знаю. Понятно. Не просто, не знаю. Я могу, что-то в фундаменте стоять. Вроде бы нормально. Не, мы здесь стоим. Да, наверное, придется туда, наверное, залезть. Сейчас залезть. А сейчас прыгнем так. Как будто бы лучше. Ну, прыгнуть я могу, это... Это действительно интересная находка, связанная с архитектурной историей города Тулы 18 века. Мы пообщались с археологом, его зовут Александр. И он нам рассказал, что полкомната была делана метлакской плиткой производства города Харьков. Такой вывод можно сделать из клейма на обратной стороне плитки. Для справки, производство метлакской плитки в Харькове было открыто в 1892 году. А как нам рассказал Александр, найденное здание было построено во второй половине 18 века. То есть вполне возможно, что в конце 19 века плиткой отделали пол действительно уже засыпанного этажа, который решили использовать как подвал. Давайте послушаем, что рассказал археолог. Обратите внимание на упоминание о пожаре 1834 года. Очень похоже, что средний слой черного грунта – это вовсе не чернозем, а именно гарь с того пожара. Когда шли раскопки старых торговых рядов, там этот слой гари находился примерно на том же самом уровне. Данный археологический шурф был заложен в границах здания, снесенного в середине 20 века. Само здание было построено во второй половине 18 века в соответствии с генеральным планом застройки города Тула, которое выгорело после пожара 1834 года. Шурф был заложен с целью определить границы, где находилось это здание, и угол юго-восточного этого здания, и исследовать заполнение подвальных помещений, для того, чтобы обнаружить там какие-то артефакты, связанные с аптечной деятельностью одного из собственных зданий Аптека Легендарского. В западной чаде Шурфа были обнаружены действительно остатки подвального помещения, в привеске, которая была сделана с восточной стороны, были обнаружены остатки ленточных фундаментов складского помещения, того же времени существовавшего синхронно с жилым. В заполнении подвального помещения было обнаружено огромное количество напольной метлахской плитки XIX века, которая в Российской империи производилась в городе Харьков. Кроме того, в восточной части, в восточной прелеске данного Шурфа, был обнаружен небольшой участок культурного слоя середины XVIII века, который предшествовал постройке здесь этого здания. Там были обнаружены фрагменты керамики в середине XVIII века, которые свидетельствуют о существовании здесь городской усадьбы, которая позже была снесена при уже плановой регулярной застройке данной территории, но от которой достал тем небольшой культурный слой и находки фрагментов посуды, бытовавших у жителей этой самой усадьбы. Данные находки представляют большой интерес для архитектурной истории города Тула и определенную ценность для всех, кто интересуется историей города. Краткая информация, как за неделю проводились раскопки? Какие инструменты использовались? И вообще, почему прекратили дальнейшее? Дальше будут копать, будут шире и так далее? Раскопки проводились согласно археологической методике вручную, крупным и мелким шансовым инструментом, лопатой. По причине завалов камня, битого кирпича в заполнении подвалом оставшимся от стеноса здания приходилось использовать лом, кайло, разумеется. При расчистке остатков архитектурных конструкций, сводов подвала, внешней стены, остатков фундамента использовались кисточки обычные. Вглубь дальнейшей работы вестись не будут, потому что они проведены до уровня материка. Соответственно, ниже уже быть ничего не может. Подвальные помещения пробивали материковую поверхность, не сильно в нее заглублены, поэтому там предшествующего ранее культурного слоя не сохранилось. В соседней кревестке, поскольку там не было подвала, там сохранился культурный слой ранее, чем бытование этого дома, он исследован до уровня материковой поверхности. Копаться в направлениях, вширь, в направлениях запада, востока, пререзки проводиться не будут, потому что в направлении южном поблизости располагается водопроводный коллектор, к северу стена существующего здания, а в остальных направлениях по плану XIX века ничего не было. В общем-то, были обычные садовые территории, и ничего связанного с архитектурой там быть не может. Поэтому задачей данного исследования было именно исследование подвальных помещений и архитектурных конструкций. Спасибо. Данная находка представляет большой интерес для архитектурной истории города Тула XVIII века и является несомненной ценностью для всех интересующихся историей своего города. Спасибо. До конца непонятно, что это за стена. То есть, если бы эта стена выходила на улицу, было бы понятно, что это украшение стены. Почему она оказалась внутри подвала, сейчас не совсем понятно. На самом деле, иногда так бывало часто, когда старые постройки потом использовали при возведении более новых. То есть, на старых фундаментах строили уже более новые. КОНЕЦ 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 Друзья, мы будем следить за развитием событий и в случае очередных находок обязательно расскажем вам. Благодарю вас за внимание. До свидания.